Сессия у нас прошла позавчера, и она была также на международном уровне. И сегодняшняя наша встреча посвящена жизни и творчеству выдающихся наших современников, можно так сказать, исследователей интеллектуального наследия от параби. Это доктору философских наук профессору Бабаджану Гафурову посвящено и нашему одному из известнейших казахстанских исследователей, философов Агына Хайрлуча Касымжанову. В состав наших участников, спикеров, поскольку формат был предложен в таком варианте, что об известных фараби-ведах, об известных ученых нашей современности, также рассказывают наши коллеги, наши современники. Это и ученики, можно сказать, в какой-то мере ученики, соратники тех людей, с которыми им приводилось в свое время встречаться, работать, сотрудничать. И сегодняшними спикерами нашей встречи является Динашоева Зарина Мусоевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии и политологии, факультета истории международных отношений Российско-Таджикского славянского университета Республика Таджикистан и профессор-доктор философских наук Алтаев Жакобек Алтаевич. Прежде чем прийти именно к вообще нашим спикерам, мне хотелось бы предоставить слово директору центра Альфа-Раби Мирбаеву Бигжан Берекпаевичу. Бигжан Берекпаевич, вам слово. Бигжан Берекпаевич, ректор Альфа-Раби Мирбаев, срочно, без келеса сценария, вы сжала с траверзек. Хорошо, тогда ладно, здесь у нас возникли небольшие технические несоответствия, прошу прощения. Но в таком случае мы продолжим. И я хотела бы таком, прежде чем предоставить слово нашему спикеру Зарине Мусоевне, немножечко рассказать о ней, представить ее. Зарина Мусоевна, она востоковед, философ, лауреат премии Исмаилиса Мани, отличник образования Республики Таджикистан, закончила ТГУ имени Ленина, отделение арабского языка, факультета восточных языков. Работала младшим научным сотрудником Института философии и права Академии наук Республики Таджикистан, доцентом кафедры философии и политологии Российско-Таджикского славянского университета. Тема кандидатской диссертации, ее была посвящена Махмуду Аль-Газалиеву, отношению к философии. Затем докторская диссертация была написана на тему гражданской философии Академии. С 2011 по 2018 годы она возглавляла кафедр философии и политологии. С 2012 года по настоящее время профессор кафедры философии и политологии Российско-Таджикского славянского университета. Автор более 60 научных, научно-популярных, научно-методических работ по проблемам истории философии, истории религии, истории общественно-политической мысли, мусульманского, культурного и гендера. Если обратиться к ее наиболее известным публикациям, это публикации, посвященные Мухаммуду Аль-Газалиеву, отношению к философии, это гражданская философия Аль-Фараби, курс лекции по философии учебное пособие, курс лекции по истории религии. То есть, Ирина Мусоевна, мы рады вас приветствовать, очень приятно, хоть и в онлайн формате, с вами познакомиться. Мы слышали, знаем о вас, но если не было возможности нам в оффлайн формате увидеться, но, во всяком случае, не было бы несчастья, несчастье помогло, получается, вот такая вот ситуация дала нам возможность, благодаря технологиям современным, увидеть, лицезреть друг друга. И мне хотелось бы предоставить вам слово, пожалуйста, Ирина Мусоевна. Здравствуйте, я очень рада вас видеть, приветствовать. Хочу поблагодарить за оказываемую честь, доверие. Вообще эмоций, конечно, много, потому что получается так, что очень редко видимся, но, как вы сказали, благодаря технологиям можем вот так вот пообщаться. Большое вам спасибо. Единственное, я прошу прощения, если вдруг что-то у нас, какие-то будут заминки, еще раз прошу прощения, потому что у нас интернет не всегда хорошо работает. Я хочу сказать, еще раз поблагодарить вас за то, что вы уделяете внимание таким личностям великим, которые где-то парили историю наших народов. То есть не ограничивайтесь, скажем так, пределами своего пространства научного. Оказывайте честь, уважение всем ученым, которые вот в этом советском пространстве вместе творили и вместе развивали науку. Большое вам за это спасибо. Я думаю, вот этот формат вы будете поддерживать. Конечно, что касается моего выступления, я коротко хочу рассказать о Бабаджан Гафуровиче Гафурове, так как это все-таки гордость нашего народа. И хочу коротко осветить какие-то основные вехи его деятельности и больше сакцентировать внимание на его роли в зарождении фарабьеведения в Таджикистане. Но прежде всего я бы хотела сказать несколько слов о своем отношении к советской философии в целом. Потому что вы, наверное, тоже знаете и сталкивались с такими, так сказать, высказываниями о том, что советская философия, она, в общем, была такая вся агрессивная, то есть ничего прогрессивного она не сделала, не дала высказывания о том, что вообще философии в советское время не было. Так вот, хотя сейчас я рада, что уже меньше таких высказываний, но вот в первые годы развала Советского Союза это очень было популярным. Я хочу сказать, что к этому вопросу отношусь, ну, как говорится, диалектически, в том плане, что нельзя давать однозначную оценку тому или иному явлению, какую бы эпоху это ни было. Я считаю, что советская философия, она дала очень много нашим народам, потому что благодаря формированию советской философии мы обрели возможность в рамках советской философии исследовать, ну, во-первых, возродить, исследовать, изучать и популяризовать произведения, взгляды, концепции наших философов средневековых. Поэтому я считаю, что, в принципе, это тоже большой позитив. Конечно, советская философия, ее достижения противоречивы, скажем, да, она была под сильнейшим воздействием идеологии марксизма, методологии марксизма. Но я считаю, что, в частности, я вот хочу сказать о нашей современной таджистской философии, что та база, которая была создана советскими таджистскими философами, эта база, она до сих пор как бы поддерживает развитие, дальнейшее развитие нашей современной таджистской философии. То есть, ну и я просто еще хотела бы сказать, что вот отрицая и там нигилистически, или просто негативно относясь к советской философике, к ее достижениям, мы просто отрицаем роль и вклад таких видных ученых, о которых мы сейчас хотим с вами поговорить, и о Агафорове, и о Аганхарулаевиче Касымджановик. То есть, получается, это были люди, которые творили в эту эпоху, и если мы достижение этой эпохи советской философии отрицаем, значит, мы отрицаем их роль и вклад. Ну, это вот моя такая точка зрения по этому поводу. Что касается непосредственно Абаджана Гафуровича Гафурова, то я хочу сказать, в принципе, я не хочу задерживать вас и ваше время отнимать по поводу каких-то, по поводу каких-то, скажем так, его биографических данных. Это все есть в интернете, есть книги. Единственное, хочу сказать, что он являлся, конечно, Бабаджан Гафурович Гафуров, это, как я еще расскажу, это гордость нашего народа. Он являлся крупнейшим таджийским ученым, исследователем с мировым именем. Это человек универсального склада ума, который всесторонне изучил многие проблемы истории народа в Центральной Азии, древнейших времен и до современности. Помимо этого, он являлся крупным государственным деятелем, партийным деятелем, первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана, директором Института Востоковедения Академии наук СССР, являлся академиком Академии наук СССР. Что вот самое такое яркое, на мой взгляд, нужно отметить, говоря о Бабаджан Гафуровиче. Я считаю, что здесь нужно прежде всего отметить его как великого советского востоковеда. И немало о нем говорили и называли его даже отцом советского востоковедения. Он изменил представление мирового сообщества о Таджикистане и о таджиках, что для нас это очень важно. В России Бабаджана Гафурова больше знают, и он известен сам, как директор Института Востоковедения Российской Академии наук, который в свое время и сейчас является крупнейшим центром, изучающим страны и народы Азии и Северной Африки. По тем данным, которые существуют, и даже по воспоминаниям моего отца, который тоже является академиком, являлся, начался, к сожалению, недавно, он являлся академиком Академии наук Таджикистана. По его даже непосредственно личным воспоминаниям, о которых он делился со мной лично и с другими. То есть вот именно 50-е годы, это были годы, когда Институт Востоковедения Российской Академии наук переживал не лучшие, скажем так, времена, и вот работа центра ослабла. И даже было такое выражение, вспоминал мой отец, он говорил о том, что сами сотрудники говорили, Восток пробудился ото сна, а Институт Востоковедения никак не может от этого сна пробудиться. То есть такое выражение характеризует, что в принципе состояние было Академии, Института Востоковедения не лучше. И, как известно, с одобрения партийной верхушки, скажем так, Бабаджан Гафуров, он принял руководство этим институтом. И, опять же, по воспоминаниям многих сотрудников бывших и настоящих этого института, тут же начал вести активную работу. Но отмечает, что, во-первых, он увеличил штат сотрудников. Во-вторых, он даже брал на работу репрессированных ученых, которые, в принципе, были хорошими специалистами, то есть не боялся делать этого. И в течение 21 года, до своей смерти в 1977 году, он возглавлял этот институт. И я вот натолкнулась еще давно, когда тоже приходилось здесь, вот мы отмечали его столетие, на такую выдержку. Это были слова известного филолога Владимира Михайловича Алпатова, который сказал, директорство Агафурова – это лучший период в жизни института. Я думаю, вот этим все сказано. И еще, конечно, нужно отметить его фундаментальный труд «Таджики», который был издан на русском языке в 1972 году. На мой взгляд, и, в принципе, это общепризнанная точка зрения, а его труд стал прорывом в Остоковедении. Но не только в Остоковедении, но и в историческом самосознании самих таджиков. Этот труд до сих пор популярен, известен, и до сих пор ученые мира ссылаются на него. Значит, ну, помимо этого фундаментального труда, Бабажан Гафуров написал ряд других своих работ. Это и «История таджикского народа», и «История таджикского народа» в кратком изложении. И вот хочу сказать о том, что в соавторстве с Сапукидисом он, значит, написал книгу «Александр Македонский и Восток». Конечно, все эти труды, они до сих пор, в принципе, популярны, актуальны. Но и вот здесь я хочу перейти и сказать о вкладе Бабажана Гафурова в зарождение формирования фарабиеведения в Таджикистане. Ну, во-первых, конечно, я хочу отметить, что Бабажан Гафуров являлся в первую очередь, конечно, крупнейшим специалистом по истории таджикского народа и народов Средней Азии, Центральной Азии. И вот тут, освещая те или иные исторические вехи, он уделял внимание и развитию культуры, искусства, науки той или иной эпохи. В частности, говоря о различных аспектах истории таджикского народа в период, допустим, с IX по XI век, он уделяет, вот в своей книге «Таджики» уделял внимание состоянию наук в эту эпоху. И вот в рамках вот этой части своей работы он перечисляет имена тех ученых, которые были популярны, то есть жили в эту эпоху, творили в эту эпоху. И наряду с ними он называет имя Фараби, говорит о Фараби, и в том числе и о Ибн-Сине. И информация, нужно сказать, конечно, она краткая, но даже в этой краткой информации Бабажан Гафуров указывает на то, что произведение Фараби, написанное на арабском языке, говорит о том, что он был последователем греческой философии, говорит о том, что все последующие средневековые мусульманские философы, они признавали его как авторитета, который знал греческую философию лучше всего, назвали его вторым учителем после Аристотеля. Ну и здесь дает такую характеристику его произведению о трактатах о жителях добродетельного города. То есть информация достаточно короткая, но вот в рамках этой короткой информации он уже, на мой взгляд, выразил основные моменты научного творчества, охарактеризовал научное творчество, философские какие-то взгляды Фараби. И вот, скорее всего, именно с этого момента можно считать, что зародилось Фараби и ведение в Тараскестане, то есть стали проявлять интерес к Фараби и к его творчеству. Ну и вообще, можно сказать, в Таджикистане, в советском Таджикистане на тот момент зародился интерес к изучению истории таджикской философии, таджико-персийской, или мы говорим арабо-парсиязычной, философии. Второе, что бы я хотела отметить, что Бабажан Гафуров вместе с уважаемым Агеном Харилавичем Касанджановым написал труд Фараби в истории мировой культуры. Это тоже был 1972 год. И также ему принадлежит труд Абнасара Фараби и его время. То есть вот этот его интерес, он как бы продолжился. Я думаю, скорее всего, это тоже под влиянием уважаемого Касанджанова, потому что они общались. И как-то вот, скорее всего, вот то, что интерес Бабажан Гафуровичем не иссяк, возможно, благодаря вот этим их научным связям. В этих работах, ну, нужно сказать, что Бабажан Гафуров не был в узком смысле философом профессиональным, поэтому, но, несмотря на это, ему удалось раскрыть, опять же, глубину философских воззрений Альфа Фараби. Вот в этих трудах, если коротко сказать, он дает общую характеристику философии Альфа Фараби, указывает на свои исходные принципы его теории познания, логики, социологии, этики. Здесь он, конечно, не ставит цель специальное изучение философии мыслителя, поэтому не раскрываются все аспекты философии Альфа Фараби. Вот, но в этих работах чувствуется сильное, да, конечно, еще и идеологическое давление, но, несмотря на это, вот основные какие-то моменты, исходные принципы он указывает. Ну, как и, да, все исследователи советского периода, книга, как я уже сказала, она не лишена вот такого сильного идеологического давления, это все прослеживается, но, несмотря на это, вот эти произведения, они сыграли такую, скажем так, важную, решающую даже роль в дальнейшем изучении наследия Фараби, привлекли внимание таджийских исследователей к изучению его творчества, его философии в Таджикистане. Значит, далее вот следующее, что бы я хотела отметить по поводу, опять же, вот вклада Вабажана Гафуровича в развитие Фараби-ведения в Таджикистане. Значит, так как Вабажан Гафурович, он был специалистом истории, по истории средневеково-таджийской, то есть истории таджийского народа. Значит, и он смог, значит, показать глубину мысли этих наследов Фараби тем, что он смог, скорее всего, вот где-то опровергнуть ту точку зрения. Мы говорили о ней как о европоцентрической позиции, которая считала, что никаких прогрессивных идей в творчестве и во взглядах средневековых мусульманских философов нет, потому что, значит, они просто были простыми комментаторами древнегреческих философов. То есть вот в ходе рассмотрения идей Фараби, даже, может быть, в обобщенном виде, он смог опровергнуть эту точку зрения. То есть он показал, что это были самостоятельные мыслители, что они имели прогрессивные взгляды. И это еще доказывается тем, что в дальнейшем и философия Фараби, и философия Ибн-Сино, они были популярны на Средневековом Западе, даже оказали влияние на западных философов. И вот таким образом статус, можно сказать, значимость семневековой мусульманской арабо-фальсоязычной философии он был поднят на определенный, на должный уровень. Так, что бы я еще хотела сказать? Да, вот в ходе, опять же, если я возвращаюсь к влиянию и давлению маркетинской идеологии того времени, конечно, можно сказать, что первые исследователи этих средневековых наших философов, они мусульманских, конечно, искусственно, возможно, где-то пытались приписывать им или выискивать какие-то там материалистические идеи, может быть, где-то чрезмерно, скажем так, какие-то их идеи искусственно приобщать к этой материалистической тенденции. Но я считаю, что, несмотря на это, все равно в своей глубине и в своей полноте они раскрыли сущности философии Фараби и, соответственно, других философов. Хотела бы дальше отметить, что в связи с тем, что Бабажан Гафуров являлся великим исследователем истории стран Центральной Азии, он смог показать непосредственную связь и влияние исторической эпохи, в которую жил Аль-Фараби, на формирование его личности, на его научные интересы, на его становление как философа, на вообще его философские взгляды и его философию. Тем самым он подтвердил факт того, что гений того или иного мыслителя обуславливается социокультурными условиями его эпохи. Это очень важно, потому что, на самом деле, даже когда мы начинаем исследовать творчество какого-нибудь того или иного философа, мы тоже начинаем изучать сначала социокультурные условия его жизни, его эпохи. Потому что условия жизни, историческая эпоха, вот это все, оно дает ответы на многие вопросы относительно того, почему, допустим, тот или иной философ имел вот такие философские взгляды, почему он относился именно к этой философской школе, почему Фарабид, допустим, был именно последователем аристотизма, почему он относился именно в рамках вот этой школы перипатетической и так далее. То есть, изучая историческую эпоху, можно найти ответы на эти вопросы. Поэтому в этом плане я считаю, что Бабаджан Гафорович тоже внес такой определенный вклад в связь исторической и личности. На мой взгляд, заслуга Бабаджана Гафоровича заключается и в том, что он привлек внимание таджийских исследователей к личности Аль-Фараби, не отделяя его от других таджийско-персидских мыслителей. Да, это очень важно, потому что, когда мы изучаем историю философии таджийского народа, мы изучаем философские воззрения многих философов и Ибн Сино, и на середине Туссии, и Ибн Мискавейх, и Абубак Розии, и многих других. Но при этом, наряду с этим, мы и уделяем огромное внимание Фараби. То есть, он не отделяется от вот этого пространства нами, таджийскими исследователями. То есть, тем самым, наоборот, даже это пространство обогащается его личностью. Вот. И вот тем самым можно сказать, что вот эти вот фарабиеведения в Таджикистане, оно как бы стало развиваться активнее, потому что стали появляться другие работы уже после Бабачана Гафуровича. И здесь я бы хотела отметить уже вклад Багаудинова, Алуидин Махмудовича Багаудинова, тоже великая личность, можно сказать, это основатель таджикосоветской философии, академик, признанный ученый, востоковед. Вот. Когда... И вот я могу сказать, что Алуидин Махмудович Багаудинов и Бабачан Гафурович Гафуров, вот они и как бы являются зачинателями, основателями фарабиеведения в Таджикистане. Багаудинов в своих очерках по истории таджикосовской философии, тоже у него есть раздел, посвященный Аль-Фараби. Вот. И уже более так вот глубоко он рассматривает творчество фараби. Значит, дальше я просто уже здесь хочу, как бы вот эту нить дальше вводить. Значит, хочу тоже сказать и вообще, можно сказать, дать дань уважения другим таджикским советским философам, фарабиеведам, уже после Гафурова и Багаудинова, которые уже специально изучали различные аспекты философии от фараби. Значит, одним из уже ранних таких исследователей был Али Мухаммад Ризуджахид. Его интересом, основным главным было это изучение общественно-политической мысли Абу-Насра фараби. И им были написаны две монографии. Это Абу-Насра аль-Фараби о государстве. Это в 1966 году. И ему же принадлежит монография «Некоторые вопросы теории государства» во зрения Абу-Насра аль-Фараби. То есть, вот последующие уже отечественные философы фарабиеведы, то есть те, которые проявляли интерес к творчеству фараби, они опирались вот так же, помимо того, что сделал и написал Гафуров и Багауддинов, именно вот на монографии Али Мухаммада Ризуджахида. Хочу так же, вот допустим, если брать то время советское, отметить и труды своего отца Мусудина Шуевых, хотя он, в основном, конечно, считается авиационоведом, но у него есть фундаментальные труды и по философии на середине Турси, и Абу-Бакра-Рази, и также фараби. И вот такая вот работа у него уже посвящена аль-Фараби. Значит, аль-Фараби в истории таджистской философии. То есть, каким образом философия фараби и его взгляды повлияла на дальнейшее развитие философской мысли в среде философов Синевиковья. Дальше могу сказать, что серьезные исследования дальше уже проводили также философы советские. Бултайбул и Дебеков посвятил свои... И дальше уже в рамках исследования философских учений других Синевиковых мусульманских философов, уже Комилов, Шамулов, другие исследователи, они рассматривали различные аспекты философии фараби. Значит, также хочу сказать, что в Таджикистане, как и в советское время, так и в настоящее время, фараби и ведение, оно развивается. Молодые философы, они тоже проявляют интерес. Ну и я хочу сказать, что, допустим, в нашей философской среде также популярны иранские исследователи, которые также очень глубоко изучали различные аспекты философии фараби. Это и Ризо Довари, и Забеху Лосафо, и Дехудо, Саид Шайх, Накио Звот Армаки, Саид Мухаммад Хохами, и можно отвечать и других. То есть тоже внесли вклад, и мы, скажем так, таджикистские философы весьма их уважаем, и мы в своих исследованиях опираемся на их труды. Почему я привожу эти имена? Я этим самым хочу показать, что масштаб личности аль-фараби, учение которого отражало общие тенденции развития средневековой мусульманской философии, его масштаб, он велик. То есть это личность, это философ, который сделал настолько много, что его влияние на себя почувствовали все представители средневековой мусульманской арабо-фарабской язычной философии. Ну, и тем подтверждается его статус как второго учителя. Более того, тесная связь в араби, статусская философия обусловлена тем, что его последователем был и Абу Алибан Сино. Но вы знаете, что сам Сино говорил о фараби, то есть есть такое популярное его вспоминание. Он сказал, я, когда стал изучать философию Аристотеля, 40 раз читал его метафизику и не понял сути. Но незначай мне попался труд Аль-Фараби. Прочитав этот труд, я тут же понял цель, задачи метафизики Аристотеля. То есть Сино непосредственно связан с фараби, потому что это самые видные представители патриотической школы. Вот эта связь еще больше как бы сближает фараби именно с этой, скажем, таржистской, персидской философией. То есть подтверждает его авторитет. Чем еще, допустим, подтверждается его авторитет? Здесь я хочу просто сказать, что я, когда осуществляла свое диссертационное исследование по гражданской философии Аль-Фараби, значит, у меня было на самом деле интересно, насколько все мы говорим о влиянии, о влиянии. Я вот хотела выявить это влияние уже непосредственно. И у меня в работе была весь глава о дальнейшем влиянии политических, политических воззрений Аль-Фараби и там я уже конкретно указываю, какие основные идеи на самом деле повлияли, то, что заимствовали и развивали дальше последующие философы. И, в частности, я привожу, скажем так, мысли, идеи, то есть непосредственно показываю влияние фараби на Ихвану Сафо, ну, Иван Сино, это понятно, на Низамуль-Мулька, Газали, на Сиздина-Пенси, Кубедина-Ширази. Зарина Мушарова, у вас остается три минуты для заключения. Слушайте, все, все. Салалидина-Давани, но Сирихусрава ибн-Мисковейха Ахмади-Дониша. И вот тем самым хочу еще раз подтвердить факт величия гения Фараби и выразить еще раз уважение к нему и сказать, что вот в рамках нашей таджистской философии это личность, которая оказала огромное влияние на развитие средневековой мусульманской философии, таджистской философии, ну и даже средневековой западной философии. Вам спасибо и желаю удачи в вашей работе. Вам тоже спасибо большое, Зарина Мусаевна, за такой доклад, за информацию нашего выдающегося философа. Спасибо большое, Зарина Мусаевна. Очень было приятно услышать от вас не только о Гафуре Воваджан Гафуровиче, чья судьба действительно была очень уникальная. И если читать тоже его биографию, то родившись именно в такой вот интересной семье, в семье простого диханина и мамы, и в семье, где мама была поэтессой, занималась просветительской деятельностью и внес очень значительный вклад вообще в развитие вашей республики, вашей страны. Это действительно одна из тех личностей, которой вы по праву гордитесь. И очень приятно было о том, что вы рассказали нам и о своем отце, который также нам известен, знаем мы его, пусть он и как-то востоковед, но тем не менее, как вы знаете, понимаете, все, кто занимается практической философией, я не только рабо-мусульманской, исламской философии, тем не менее, очень тесно соприкасается именно с востоковедами. Это неотделимо, можно бы так сказать. То есть все исследования, они проводятся именно на стыке. И я думаю, что это, поскольку этот новый формат, начинаем вот впервые, это пилотные наши проекты, я думаю, они будут в последующем обогащаться, улучшаться, усовершенствоваться. Это наши первые встречи, но не последние. И я думаю, что мы на просторах интернета еще будем иметь возможность друг друга услышать, вот так вот сотрудничать. Спасибо вам. Спасибо. И позвольте мне перейти к следующему нашему спикеру. Я с большим удовольствием хочу предоставить слово уважаемому нашему Жакпе Калтаевичу, Алтаеву. И буквально вот сейчас, я вот час тому назад услышала очень хорошую новость о том, что Жакпе Калтаевич награжден международной медалью Тюркской академии. Вот это очень радостное событие. И я думаю, что вот, наверное, вот прям вот звезды так сошлись, что именно вот сегодняшний день. И вот мы получаем такую вот новость. Жакпе Калтаевич с Дэшчинжиктенфуттаймс на Ульгенмарапатсквиттенде. Действительно, Жакпе Калтаевич очень долгое время последующий до и сейчас вот он является одним из главных научных консультантов нашего центра Альфа-Раби. Долгое время возглавлял этот центр Альфа-Раби. Он является одним из учеников, последователей Агнахайрулча Касамжанова, о котором он сегодня будет нам рассказывать. Жакпе Калтаевич обладатель также золотой медали Альфа-Раби. И если говорить о Жакпе Калтаиче, то можно сказать практически вот вся его жизнедеятельность была посвящена вообще исследованию казахской философии, истории, философии, тюркской философии. Жакпе Калтаевич Алтаев закончил философское отделение философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета имени Ленина. Аспирантуру кафедры истории философии и логики заканчивал на покупке философии экономики уже в Казгу имени Кирова. Тема кандидатской диссертации была проблема противоречия в работе Ленин тетради по империализму философских тетрадей по специальности история и философия. С 1985 года начиная Жакпе Калтаевич работать в нашем университете практически можно сказать на протяжении 25 лет. Начинал именно доцента кафедры профессора тема докторской диссертации Жакпе Калтаевича это история становления казахской философии по специальности истории философии. Долгое время Жакпе Калтаевич возглавлял кафедру философии Казахского национального университета. Он известен как один из ведущих специалистов в области истории казахской национальной философии, социальной философии. Он подготовил 30 кандидатов наук и 4 доктора наук. Среди кандидатов наук я могу сказать назвать и себя, поскольку я ученица Жакпе Калтаевича, руководителем моей кандидатской диссертации являлся профессор Алтай. Благодаря исследовательской деятельности профессора Алтай в трудотюрске казахских мыслителей обрели мировую известность. Нужно сказать, что очень многие его труды переведены на различные языки, на зарубежные языки, на английский язык, недавно на болгарском языке вышла, на турецкий язык. Я думаю, что вот такая вот деятельность по популяризации вообще трудов наших соотечественников, она вот одной из основных направлений исследовательской работы Жан-Фея Колтаича. Автор более десяти монографий, учебных пособий и более четырехсот научных статей. И известен с другими известными казахстанскими философами, поскольку он работал над проектом тюркских вклад в мировую цивилизацию. Я с удовольствием предоставляю слово Жахпе Колтаичу. Жахпе Колтаич, семьдец, и эти куаны штымыс. Адирам Газимна Рахмед, я сымен браз мақта келтірмес. Менен дымна осаптада біздем люкен бір жоба болып жатыр. Бірншеде мен айтайен дегенім бізн университет ректорның холдовымен Удан халқаралық Альфараби Орталыға Бегжан Мирбаймш өзіміздің шәкіртіміз. Халқылтетіміздің декана Алиярым Газимнағамын және дын тану және мәденеттану философия кафедрасын елерін өткен өзің рахметін байтамын. Шындың біздің тағыда әрптесіміз Зарина Мұсайында өзің елті мәметі қаныштымын сеге бі баба жан қафуыр қасымжан қылар өте өлкен жақын болды. Бәле дұрызе мәбілі әді қатя баба жан қафуыр не знал, но өзің үшін үшің қайрыл үшін. Енді құрметтар тестер үшін термахан енді қыржағынан аздап эмоционаліні болып тоқтырмын себебі енді қасымжан үшінді үлкен ғалымын шақырды болып ғолғысы өмір бойы көбінарсен үйрендік үшін бізің жетістігімізін бәрі ұстазларым арқасында баса керек. Қалпы мұна үстаз үшіндігім әрдайын қастерліде құрмет саналған мен белгілі ғалым дарында азамат Қазақстан Республикасы ғылым академиясыны креспондент мүшесі философия ғылымдарын доктор профессор Ағын қайруыз қасымжан шақырдердің бірі болдым. Атақта өнділік софы адырыс шақ кеменгер ұстаз деп сені түзететін үйрет алатын емес сені әлденеге үйрететін адамды айтамыз деген екен. Сонсы ақты біз қашанда құрметтар пестер құрметт ұстаздар біз енді осында ұстаздарымызды қашанда құрметті өміз керек қадырлеріміз керек мұны ұстаптар да болып жатқан жаңа қымсаға дейіп тұралын ауданбек көбес тұралын қайрулай сонда анор-аным жанып бүгін бабы жанға құрп қасым жан тұралып жатыр мен ойлайын олардың аруақтары разы болсын үшіндіңді ұсы қазіргі әлфараби ғылым зертте ұрталы өз құлқысының қасында болдым себебі құлқысыны 77 ғылым қандидатын 10 ғылым докторын дайындап шығандам жалпы мен мұна университетті тамамдағының кейім шымкент теда ғой қалғы университетінде үш жылдай ұстазды қызмет әттім әлінді 1976 жылы сол жас қалым ретінде қазақстыр ғылым академиясы философияң сыны мақсатты аспиранторға жіберді осы қағыз тағдардың жазуымен өмірімдегі түбейлі кейлі өзгеріз әйті осы сәтті болғанда өткені мен ұстаз профессор Ағын Кәрус Қасымжан түн бөліміне аспиранторға түстім сол ғақты Аль-Фараби мұрасы бойыншы аудару және насықаттау топының жетекшісі болатын Фараби танудың қазақстандық мектебін одақтыған әмес көптеген шет елдерді таңтүлгірген осы Ағын Кәрус бастау мен сол жеде сол орталықта жұмыс деген айтайық Ашер Оғышны Мухаммед Ирандық Кларға Жеміна Тағаржек Кара Айф Айтайық Карен ғының кейін енді осы Мәскеулік белі ғалымдар Артур Владимир Сагадев Баба Жан ғафор Міне осы күсілердің көмегімен шет елдегі көптеген Абу Насыр Аль-Фарабидың қолжазбанары шығып 70-76 жылдар үйткен 68 жылы бұл ұртығалы құрылған бұлатын дұғын жет елдегі ғыттеген қасым Жан қолды сол ағын қаршылың жет елдегі жет елдегі сол 70-75 жылдарын аралында бес Аль-Фарабидың егізгі тартаттары аударылды олажа философиял тартаттар математикал тартаттар логикал тартаттар пұталамедің алмағы есіне күріспе кені әліуметтік елдегі тартаттар енді талантты ғалым белгілі философ кедегі педагог кемел ұстаз философиял оландарын доктор профессор ағын қайрыла қасым Жан қайтай 1931 жылы 19-ші қазанда Алматы қаласында дүнио келді оның әкесі сол кездек социалист қазақстан қазірге егемен қазақстан қазетінің жұмыс деген бұлатындығын енді осы қазбудың философиял факультетінің ең алғаш күліктерін бір 1949 жылы осы Ағын қайрылыс қашым Жан Абделден Темір Бек ұсында ең алғашқы біздің ұстазыларымыз осы бірінші философиял факультетінің қүліктері бопсаңыз енді жалқы Ағын қашым Жан қүлметті ұстазылар шәкірттер үш саланы негізін қалады біріншісі таным теориясын арналған ұл жөнді ғоқысын өте көптеген еңбектері бар монографиялар бар екіншісі ең басты боса әл-фараби мұрасын зерттеп араби таңы үлімнің үргесінін анықтап басты масаттар берді үшінші үшіншісі қазақ дүні танымын философиясын тарихи методолог алқымды зерттеп артында ұшан теніз идеялық мұра қалдырды енді 1968 жылы қазақстыр ғылмакедемес қалым жерлесіміз орталық ортағасыр кемегер ғылама ұшыл фарабидың тарихи отанына оралуына көп еңбек сингірді атап айтарып ағын қасымжан түніндастырумен 1900 және ағын қасымжан шөкіздеген айтайып шақмардан есеянып ануар әлімжанып мұрат әуөзіп болатқан тайжан айтайып аудыңбек көп есіп ағыжан машәне мұны сол күстілердің еңбастыруын болған ұнасыр әлфарабидың 1975 жылы әлфарабидың мұбір жылын арналған үлкен қалқаралық ғылыми конференция Мәскеу Алматы Бағдат қаларында болу өтті Сөтіп айтайық Алматы әлфараби мұраларын зерткевдің ғылыми орталығын айналты әлтайық осы түстағағын қасым жанғыттың ғылыми беделі мен үйімдастұрыш қабілеті тек Қазақстанда месі шетел қалымдары арасында да кеңінден қанмыл болды осы жерді мен осы конференция үйімдастұры барысында мен бір сәтті айтайын яғын ағын қарыштың сонда ойының өткірілігі батылдығы ең ол кезде кеңістің идеологу құлметті әрпесті сонда осы ғыл мен ең ойлайым қалай қорқпастан қалай жаз сонда үлкен орталық журналда жазды біз ол Абу Насыр Әлфараби 1975 жылдығын Мәскеуде Ата бөтігі ұрсат аладығы сол бізді келісі еңді шақмадан есен жіберген бұлар жармашан еді бұқсын табырат сонда еңді атын айтпай қойын сөйбіздегі Мәскеулік Мәскеулік үлкен ғалым орс ғалымы айтыпты егер біз ұрсат береміз сол орс мәдениетінің айтып Абонасырдың дезінде орс мәдениетінің ғалымы сіздері көрседетін болсаңдірді мені сол мені ұқырын кезде қаты танғалым сайтын айтын айтын бұл жөнді біздің достымқан ағамыз кишібек оқысызды біледі ол жөнді оқысызды жазған айты енді осы сол кезде 1975-нін жылы Анауэр Амжан, Касымжан, Мурат Ауэз, Молатхан Тайжан. В Анауэр Аз, Мурат Ханжан, Касымжан, Мурат Ауэз, Мурат Хаусын, Мурат Ханжан Тайжан. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...